У каждой команды маршрутный лист. Всего нужно пройти четыре станции. Автогородок, проверка знаний ПДД, основы оказания первой помощи и творческий конкурс с велоэстафетой на прохождение каждой не более получаса. Команда «Автостоп» из Кольчугина уже готова показать мастер-класс. Ребята ответственно готовились к мероприятию, ежедневно репетируя программу, и проигрывать не готовы. Здесь можно узнать правила дорожного движения, как правильно все выполнять, уступить дорогу. Здесь не важна победа. Главное, прикольно здесь поучаствовать и получить от этого адреналин. Кайф. С не меньшим азартом взялись за дело и учащиеся прудовской школы Симферопольского района. У них продумано все до мелочей. Учил слова, готовил, как надо жестом управлять. Учил правила дорожного движения. Правила дорожного движения узнал, как надо себя вести на дороге. Знаки узнал. На первом из пяти этапов конкурса школьники сдавали индивидуальный теоретический экзамен на знание правил дорожного движения. Для того, чтобы справиться со вторым заданием, командам пришлось проявить свои знания в области оказания первой медицинской помощи. Большая работа целый год. Отбираются детки, потому что дети могут сейчас только один раз в году. Следующий год уже другая команда будет. Так каждый раз, да. Но наперед, как говорится, это им в будущем пригодится. Я думаю, что когда уже они вырастут, ребята, и будут сдавать на права, они их с легкостью получат. На третьей и четвертой станции ребята делились навыками безопасного вождения велосипеда на специально размеченной и оборудованной препятствиями площадке. Внимание, осторожно, здесь точно не помешают пройти испытания не так то и просто, как может показаться на первый взгляд. Каждому участнику необходимо приложить максимум усилий, чтобы пройти дистанцию не только быстро, но и верно. Конкурс организован ГИБДД Симферопольского района совместно с Управлением образования с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, а также формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. Привить детям знания и умения соблюдать правила дорожного движения и также использовать их на практике. Конкурс проходит уже десятый год. Сегодня по его итогам в командном зачете первое место завоевала Первомайская школа, которая покорила всех своей сплоченностью и знаниями правил дорожного движения, ответив на все вопросы безошибочно. Дарья Костенко, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ.